Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я, Виктория Громашова, приветствую вас! Природа наградила Анапу теплым климатом и большим числом солнечных дней. Их насчитывается 280 в году. Это единственный курорт Черноморского побережья, который имеет более 40 километров пляжей. Воздух здесь наполнен запахом морских солей и можжевеловых лесов. Давайте сейчас вместе со мной отправимся на отдых в Анапу. Город Анапа – федеральный курорт и районный центр Краснодарского края. Анапа расположена на северном побережье Черного моря и считается одним из самых солнечных курортов России. Здесь много развлечений для семейного отдыха с детьми. Местный аквапарк «Золотой пляж» – лидер среди аквапарков Черноморского побережья. Работает с 9 утра до 12 ночи. Билеты продаются в кассах при входе. Здесь находится 11 водных город разной высоты и длины. Каждая из них имеет свое название. Все оборудование произведено в Италии и Канаде. Отвечает международным стандартам качество и абсолютно безопасно. Вода во всех бассейнах подвергается трем стадиям очистки. Проходит через кварцевые фильтры шесть раз. В парке имеются три бассейна, которые соединены между собой и три индивидуальных бассейна. В аквапарке находится единственный в России аттракцион «Штормовая волна», где вода штормит вдвое выше, чем на настоящем пляже. Это бассейн с волнами в 4 балла. Для людей, любящих экстрим, предложены самые крутые горки, чтобы получить порцию адреналина. К услугам отдыхающих удобные раздевалки, душевые кабины, камеры хранения, комнаты отдыха и два кафе. Золотой пляж дарит радость и дает возможность даже взрослым ненадолго почувствовать себя детьми. Находясь в Анапе, вы увидите массу магазинов, где продается местное вино, и в каждом из них имеются места для дегустации напитка. Обычное вино продают в бутылках и на разлив. У каждого есть свои плюсы и минусы. Покупая вино на разлив, его можно попробовать и выбрать по вкусу. Однако разливное вино часто бывает неизвестного происхождения, из чего оно сделано – тайна за семью печатями. А веры словам продавца, сами понимаете, мало. Домашнее вино вообще не стоит покупать у незнакомых людей. Кстати, вино в бутылках иногда продается порошковое, и отличить по вкусу хорошее порошковое вино от настоящего трудно даже специалисту. Брать про запас разливное вино лучше крепленое, сухое быстро превратится в винный уксус. Главный совет, который дал мне местный гид – любое вино надо покупать в магазинах при винзаводе. Настоящее вино полезно для организма, но в умеренных дозах. На отдыхе в Анапе гости смогут не только расслабиться, но и познать новое, посетив всевозможные экскурсии. Здесь сохранены многие тайны и легенды, которые были воспеты еще гомером. Всем известно, что история города Анапы тесно переплетается с древней мифологией и античной Грецией. В центре курорта находится единственный в России музей под открытым небом – Горгипия. При желании можно зайти во внутрь музея или рассмотреть древние мощенные камни улицы через ограждения. Античный город был основан в V веке до н.э. и просуществовал на одном месте восемь столетий. Это городище и некрополь – памятник археологии федерального значения. Склепы III века отмечены ЮНЕСКО как наиболее выдающиеся мировые открытия. Исторический памятник русские ворота расположен также в центре Анапы напротив античного музея. Он представляет собой часть стены крепости, построенной турецкими войсками в конце XVIII века. Подобных исторических памятников военного зодчества в России крайне мало, тем он и уникален. Кстати, русские ворота изначально назывались анапскими, но после победы наших войск над турками их стали называть русскими. Главный фасад ворот смотрит на восток. В этом направлении располагались основные торговые пути, ведущие некогда в турецкой крепости. Толщина стен сооружения почти 2 метра. Сегодня ворота полностью отреставрированы. У фасада стоят древние пушки. Русские ворота – визитная карточка курорта, где любят фотографироваться жители и гости Анапы. Теперь это один из самых значительных памятников в истории не только города, но и всей Кубани. Еще одним историческим памятником курорта является храм святого Ануфрия, покровителя Анапы. Одним из первых его посетителей стал император Николай I. В годы Крымской войны здание было разрушено, но через 20 лет восстановлено. А вот в советское время храм закрыли и разместили в нем дом пионеров. И только в конце 90-х годов XX века здесь возобновили богослужения. Анапа как курорт стал известен в 19 столетии. Теперь сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов из всех уголков нашей страны. Летом курорт превращается в настоящее детское государство. Далеко не каждый город побережья может похвастаться тем, что на его территории расположено более 70 детских лагерей и санаториев. В Анапе имеется множество мест для прогулок и не только на набережной. На главной площади перед мэрией города расположена ухоженная территория с цветущими газонами и фонтаном, где любят фотографироваться приезжие. Кстати, надо отметить, что территория всего курорта благоустроена. В городе имеется множество необычных памятников, но не политическим деятелям, а отдыхающим. Эти сооружения отражают беззаботную жизнь курортника и детали его гардероба. Белая шляпа теперь новый символ Анапы. Говорят, такая шляпа есть у каждого анапчанина, причем одна на всех. Весит головной убор 300 килограммов. Его диаметр почти полтора метра. Мраморный памятник белой шляпы – это подарок ко дню города. Со временем появился даже шлягер, посвященный Анапе и ее шляпе, который звучит почти в каждом местном ресторане. Между прочим, чтобы сфотографироваться у памятника, надо отстоять очередь, потому как у шляпы всегда аншлаг. В летний период Анапа превращается в курорт-возвлечение. Сюда на все лето приезжает луна-парк с новейшими аттракционами и работает до позднего вечера. Аттракционы имеются как для самых маленьких, так и для взрослых любителей острых ощущений. В Анапе есть все условия для того, чтобы гости после отдыха вернулись домой счастливыми. Это санатории, парки развлечений и, конечно же, Черное море, уникальные пляжи с кварцевым песком и ласковое южное солнце. Санкт-Петербург 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 В Анапе ежегодно проводят различные фестивали, такие как Киношок, фестиваль Вина Кубани, международный шахматный турнир и единственный во всем мире фестиваль анимационного кино «Золотая рыбка». Для любителей культурного отдыха Анапе предлагают посетить концерты наших поп-звезд, а также развлечься на дискотеках и в ночных клубах. Смотрите программу «Туризм» и вы узнаете много интересного о разных странах мира и российских курортах. До новых путешествий!